Друзья, всем привет! Наступили у нас наконец-то мартовские праздники. Пришла хорошая погода, тёплая, более чем 20 градусов. И я решила не сидеть в Краснодаре. Ну и, собственно, съездить в горячий ключ, в котором была уже год назад, правда, с родителями. А в этот раз решила одна поеду исследовать, доисследовать этот город. Потому что здесь ещё много что осталось интересного. Есть на что посмотреть. Я доехала до горячего ключа на Блаблакаре, забронировала. Мы ехали минут 50 где-то на машине. И когда я доехала, меня высадили, как водитель сказал, на новом рынке. Это как только ты въезжаешь в город, рынок, какой-то магазин. Ну там такая, как бы, можно сказать, главная дорога на въезд в город. И сейчас я иду по улице Ленина. Вообще моя цель будет сегодня погулять по лесу. Я пойду на горный хребет Котх. Но по пути буду, конечно же, заходить в такие значимые для города места. Хочу снова посетить два озера, круглое и длинное. Посмотрим, что там вообще изменилось за год. А потом дойду до лечебного парка. Вот сейчас иду и подмечаю, что очень много зелени. Очень много нарциссов уже цветет, как и, впрочем, в Краснодаре. Вот это, кстати, вот вдоль главной улицы Ленина идет аллея Тысяча сосен. Я здесь не гуляла в прошлый раз. Мы заехали в город немножечко с другой стороны, получается, по объездной. А сейчас, вот видите, я могу пройтись пешком и увидеть все, в общем, своими глазами. Интересно то, что здесь вдоль главной дороги, наравне с частным сектором, также есть вот такие вот двухэтажные дома, и они вот мне уже встречались большую часть пути. Вообще такая красота. Видите, уже здесь начинается, получается, у нас пешеходная зона. Потом сюда вернусь и пойду по ней. А сейчас я пока буду сворачивать, видимо, направо. Честно говоря, утром пока достаточно зябко. Мы когда еще ехали в машине, окно было открыто немножечко, и назад так мне дуло, и я даже замерзла. И пока шла вот по улице, я решила приодеть кофточку, притеплиться, вот. Думаю, день вообще обещает быть очень теплым, солнечным, и я нисколько не разочаруюсь в моей поездке. Ну что ж, вот я и добралась до городского парка. Сейчас прогуляюсь здесь, посмотрим, есть ли какие-то вообще изменения, потому что я помню, что в прошлый год я говорила, что должны были изменить прибежную территорию вот как раз длинного озера. Не знаю. Но судя по тому, сколько здесь камыша, что-то, видимо, ничего не изменилось. Вот, но я заметила, что вот это здание, возможно, да, ресторан какой-то будет, оно ремонтируется. А в том году оно стояло очень таким заброшенным, и был у него достаточно удручающий вид. Вот. А сейчас его делают, это очень здорово. А вот и вот этот мини-пляжик. Ой, сколько тут голубей. А я ещё видела, что очень много птичек здесь плавает. Вот они, уточки. Ещё даже видела парочку лебедей. Но чем ближе подходишь к берегу, тем дальше они от тебя отплывают. Ого, видите, такая вот здесь прозрачная водичка. Это у нас озеро Круглое. Вот, кстати, вдалеке вы видите такой хребет, это хребет Котх, как раз на который я иду. Вообще, Горячий Ключ находится в такой горной местности, и его окружают большое количество хребтов. И есть много мест, куда можно сходить, просто погулять, устроить себе такой, как бы, небольшой туристический походик. Можно так даже назвать. Вот. Есть и горные реки. Кстати говоря, я знаю, что река вот у них главная, она очень часто разливается, и близлежащие дома часто топят. Ну, в принципе, это и ясно, потому что горные реки имеют большую силу, и с ней справиться не всегда удаётся. Сейчас встретила женщину, мы с ней так немножечко поговорили. Она приехала сюда из Майкопа, живёт здесь, говорит, как здесь 50 лет назад было, так всё осталось. Разве что вот эти вот дома построили, и всё, говорит. Было бы хорошо, если бы продолжали дальше благоустраивать территорию. Но я, кстати, с ней согласна, потому что вот та часть озера, она такая какая-то неухоженная. Там можно было бы тоже сделать набережную, о чём она, собственно, говорит. Сказал, что ей очень нравится здесь жить, потому что близко и к Краснодару, и близко к морю. Она пенсионерка, и ей иногда хочется как-то выбраться в какое-то другое место. Если хочется шума, она едет в Краснодар. А если ещё больше тишины, хотя оказалось куда бы, они едут на море. КОНЕЦ И что, пошлите дальше на улице Ленина? Пешеходная аллея тысячи сосен, о которой я вам не говорила. Здесь все гуляют. Мы будем идти прямо-прямо, и дойдём до Толебного парка. Только свернула на улицу Ленина и думаю, чего столько много школьников. Оказалось, что здесь рядом школа, ещё и спортивная школа. И у ребят закончились занятия, они все идут домой, и девочки с цветами. Классно, видимо. Мальчики местные поздравили своих одноклассниц с 8 марта. Уютные домики по дороге. Везде чисто, прибрано. Даже, знаете, как-то душа радуется. Представляете, вот так вот жить на такой вот центральной улице, которая всегда пешеходная, где всегда спокойно, где машины не ездят, только если свои к домам. Вообще здорово. Речка какая-то течёт, смотрите. Наверное, какой-нибудь из притоков. Смотрите, по дороге такой вот парк встретила. И моё внимание привлекло вот это вот дерево, которое вырезали. Вот это да. Только непонятно немножко, кто это. Такие прям мощные здесь деревья, хвойные. Да, в жаркие деньки здесь, наверное, очень вкусно пахнет. А вот этот прудик. Тем временем я уже добралась пешочком до курортного парка. Солнышко выглянуло. Погода стала значительно лучше, чем была утром. Стало теплее. И сейчас я хочу сходить до Дантового ущелья. Здесь, как всегда, очень красиво. Курорту 140 лет. Прям здесь так зелено, так ухожено. И здесь очень много отелей всяких, гостиниц. Горячий ключ пользуется спросом в любое время года. Сюда приезжают и зимой, и весной, и летом, и осенью. Сейчас вот на весенние праздники. И здесь будет очень тоже много народу. Чем вообще еще славится горячий ключ? Ну, конечно же, минеральными водами. Куда, в общем, не посмотришь. Налево, направо, везде вот эти вот санатории огромные, многоэтажные. Например, предгорье Кавказа, трехзвездочный отель. Очень много сюда пенсионеров приезжает оздоровиться, пожить несколько дней в таких вот комплексах, попить воды минеральной в бювете. В общем, такое хорошее место для отдыха и для релакса полного. Здесь нет городской суеты. Очень спокойно. Люди просто гуляют, отдыхают. Видите, везде посажены цветочки, клумбочки такие ухоженные. Столько много растет вот этих юг, вот эти такие колючие, похожие на пальмочки. Везде стоят лавки сувенирные, варечки, где можно купить травы, чтобы заваривать, чай. И мы тем временем, кстати, приближаемся уже к главному бювету. Вот, смотрите, какая арка, львы. Идут сейчас очень много пенсионеров, конечно, которые отдыхают. Слышу, как все говорят, какой здесь чистый воздух, как здесь спокойно. Ну, действительно, просто блаженство. Вот она у нас водолечебница и бювет. Питьевая галерея. Я не могу вспомнить, как она это... Ой, какой свежий воздух. Прямо хочется как можно больше вдыхать в его. Видите, краснодарский чай, травы, специи, натуральная косметика. Восточные сладости различные за 100 грамм продают. Ой, прям, ну, красота. Мороженое. Коктейли даже. Мороженое разных вкусов. Ну, сейчас мне не хочется, потому что не то время года. Можно мед прикупить. Так, а сейчас мы вроде как поворачиваем налево, да. Там у нас уже будет ущелье. Это у нас Иверская часовня. На самом деле уникальнейший памятник, потому что она высечена в скале. Она с виду кажется совсем небольшой, но когда заходишь вовнутрь, ты видишь какой там огромный потолок. И, конечно, впечатление производит невероятное. в лесу. В лесу może е Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok А вот и само Дантовое ущелье Скалы настолько мягкие, что их вообще, видите, как все исписали? Эта порода настолько мягкая, что люди оставляют здесь всякие надписи, потому что она без труда поддается. Я вот рукой задеваю и отходит порода. Видно, что я прикасаюсь, и песок сыпется. Настолько вот мягкая порода. Все эти ступени были сделаны в 70-е годы для того, чтобы было удобно ходить по ущелью. Вот так вот бежит здесь такая речушка, которая пробивает себе дорогу средь хребта горного, среди пород. Субтитры делал DimaTorzok В общем, кто на что гораст. Чем-то даже похоже на песок. Настолько вот мягкая порода. Поехали. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ